На защите прав и интересов жителей республики работникам прокуратуры Чувашии за 2019 год удалось добиться погашения задолженности по оплате труда в республике на сумму более 198 миллионов рублей, выявить и пресечь около 10,5 тысяч нарушений трудового законодательства. На что еще предстоит обратить внимание, говорили на совещании в ведомстве. Там подвели итоги работы. Статистика ведомства говорит о серьезной и целенаправленной работе прокуроров. В результате в сфере защиты трудовых прав граждан в прошлом году мерами прокурорского реагирования удалось погасить долги по заработной плате по сумму почти 200 миллионов рублей. Принятые во взаимодействии с органами власти и контроля меры во многом способствовали вводу в эксплуатацию 15 многоквартирных домов, по которым застройщиками были нарушены первоначальные сроки передачи квартир застройдольщикам. Возросло количество пресеченных нарушений закона в сфере жилищно-коммунального хозяйства. В результате вмешательства прокуроров погашена задолженность по исполненным государственным муниципальным контрактам на общую сумму, превышающую 54 миллиона рублей. За должность по заработной плате в Чувашии еще, конечно, остается. И сумма немаленькая – более 64 миллионов рублей. Так что работа в этом направлении продолжится. Большое внимание уделялось безопасности детей в школах и детских садах. В Батаревском районе за прошлый год снизился уровень преступности и не произошло ни одного убийства. Наша главная обязанность – это помогать жителям района в решении их проблем, восстановить их нарушенные права. Так, по искам прокурора в истекшем году, трем детям-сиротам представлены благоустроенные квартиры, 33 жителям района возвращена заработная плата, проведена определенная работа по обустройству пешеходных переходов и их освещению. Одним из главных направлений работы прокуроров остается борьба с коррупцией. В 2019 году выявлено более 3,5 тысяч таких нарушений. Виновные понесли наказание. Возбуждено 31 уголовное дело. Генеральным прокурором Российской Федерации Игорем Викторовичем Красновым в ходе выступления при назначении на заседании Совета Федерации Российской Федерации в качестве одной из основных задач для Органа прокуратуры Российской Федерации определено максимальное ослабление коррупции за счет оздоровления правовой среды и жестко реагирования на любые коррупционные проявления, в отношении которых требуется создать атмосферу нетерпимости. Такая атмосфера у нас есть, но теперь ее нужно еще лучше очистить и при этом аккуратнее настроить, отформатировать так, чтобы от нас никуда не ушел ни один из коррупционеров. Также прокурор Чуваши отметил, что необходимо усилить работу по направлению в суды исков об обращении в доход государства имущества, приобретенного чиновниками на неподтвержденные доходы. Татьяна Трофимова, Бахтияр Велиев, Республика.